Вопрос дня в эфире Первого Приднестровского и Радио 1, Радио 1+. Мы обещаем на волнах 104.0, 105.0. В студии Виолетта Ганин, Александр Логодин. Здравствуйте. Резонансное содержание. Оперативники накрыли притон. Участники разгула, молодые люди, в том числе несовершеннолетние. Обсудим эту тему, а еще поговорим о положении дел в жилищно-коммунальном хозяйстве. Мы ушли из красной зоны. Что это значит, сейчас расскажем. Но обо всем по порядку. У нас в студии Юлия Бондаренко, психолог. Юлия Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Итак, мы обсудим эту резонансную новость. Раскрыт притон десятки молодых людей. В их числе были и подростки, собрались на заброшенной ферме. Алкоголь, курительные препараты, сигареты. Юлия Сергеевна, как психолог, расскажите, почему молодежь выбирает именно такой тип отдыха, если его можно так назвать? Во все времена, на самом деле, подростковый период – это всегда период бунта. Период, когда мы что-то новое пробуем, хотим попробовать свежее, неизвестное, неизведанное, то, чего мы не знаем. Когда мы идем за мнением старших, особенно старших подростков, то есть маленькие подростки 12-13 лет идут за 16-летними, 17-летними и так далее. И порой не всегда их мнение, будем так говорить, положительное, как в этом случае. В этом случае 17-летние отправились за 20-летними? Да, в данном случае, да. То есть 20-летние вовлекли, видимо, младших своих друзей в такую деятельность. И это как раз вот тот некий, может быть, образец поведения, который, как показалось подросткам, будет для них наиболее лучшим времяпрепровождением. Вероятно, не нашлось в их окружении кого-то другого, кто дал бы другой образец поведения. Мы смотрели кадры хроники, там видно диджейский пульт, это все ферма. Понятно, что это все организовали люди взрослые, совершеннолетние. Вот что ими движут, когда они организуют такие мероприятия для подростков? Как вам это кажется? Не просто так. Дарятся напитки те же, да, дарится музыка во времяпрепровождения, потому что это тоже определенные какие-то затраты, опять же, и финансовые, и денежные, ну, финансовые, и временные затраты и так далее. То есть просто так тоже, наверное, 20-летние ребята, они будут тусоваться с 12-летними, 13-летними подростками, ну, просто потому что им не с кем другим общаться. То есть это финансовая выгода, вы думаете? Я думаю, может быть, это была и финансовая выгода, может быть, это другая была какая-то подоплека. Опять же, говорю, думаю, правоохранительные органы здесь будут разбираться. Есть еще такой момент, запретный сплод сладок. Чем больше нельзя, тем больше молодежи это действительно хочется. Это насколько надо хотеть, вот окунуться и опуститься на самое дно, чтобы добираться до этой фермы несколько километров, чтобы там выпить спиртное, чтобы там безобразно просто себя вести. Как такое поведение потом сказывается на психике, вот, собственно говоря, пока еще не окрепшей, не сформированной личности? Чем это может обернуться? Все зависит от того, как ребенок привык проводить свое свободное время уже в семье, начиная еще, когда он был малышом, маленьким. То есть есть вот таких два момента гипер и гипоопека. Ну, про гипоопеку мы знаем, когда дети находятся абсолютно без надзора, да, и они не знают, чем себя занять, потому что ребенок еще не может спланировать четко свою жизнь. Поэтому он набивает в нее различных много каких-то моментов, которые ему кажутся интересными, да, потому что просто никто за ним не следит. Сюда входят и гаджеты, и сидение в телефоне, и интернет, и в том числе вот времяпрепровождение в каких-то таких местах злачного типа. Как мы говорим, в дурных компаниях. Да, но гипоопека, когда мы чрезмерно нагружаем ребенка в свое время, да, когда малышом, есть очень много мам, которые всячески пытаются загрузить ребенка как можно большим количеством кружков, плавания, танцы, школа. И перегружают, да? Перегружают, да. Наступает обратный эффект? Наступает, может наступить обратный эффект. Когда ребенок всегда слышит, что ему делать, что ему надевать, куда ему идти, как в том анекдоте, да, когда ребенок спрашивает у мамы, мам, я замерз или я голодный, да, вот. Тоже нарушается вот этот баланс границы, умение выстраивать собственные границы, умение вырабатывать собственное мнение. И отличать плохое от хорошего. Когда тебе все время говорили, что ты должен делать, куда ты должен идти, как ты должен одеваться, со временем, вы уже знаете, так, подростковый возраст, то есть авторитет родителя теряется, появляются другие авторитеты. И вот, пожалуйста, вам другие авторитеты, 20-летние, 25-летние парни, девушки, которые могут рассказать о том, как круто быть молодым и как здорово проводить время вот так. На самом деле это не здорово. На самом деле это не здорово, но, к сожалению, вот, опять же, это зависимость от чужого мнения. И она сильнее как раз у тех вот подростков, кто кому, кто изначально был, знаете, таким послушным ребенком и выполнял все, что говорят родители, ходили везде с ним за ручку, всячески как бы, а потом раз, и вот такая ситуация возникает, и, казалось бы, не знаешь, откуда растут ноги. На кадрах видеохроники они вели себя дерзко, уверенно, они считают, что вот такой образ жизни – это нормально. Можно ли как-то оградить человека, который не собирается туда ехать вот от такого приглашения? Есть какие-то советы психолога, вот чтобы нормальный человек не поехал туда пить, тусить и тому подобное? Конечно, прежде всего вы как родитель должны начинать с себя, вот чтобы не было вот такой вот гиперопеки, да, то есть мы всегда говорим сначала я, потом мой супруг или супруга, а потом ребенок. То есть ребенок должен понимать, что он в семье не главный, вот, то есть не надо все бросать ради ребенка, последние деньги, последнее свое время, все тратить на него, ни в коем случае. Ну и оставлять, конечно, его без присмотра тоже нельзя, вот нужно уметь находить вот эту золотую середину. Когда мы это умеем делать, ребенок видит, что мы умеем ценить себя, и он учится ценить себя так же, то есть он учится ценить свое время, свою личность, свое собственное мнение. Когда вы делитесь с ним своими чувствами, своими переживаниями, когда вы узнаете не просто как у него дела, а о его состоянии, о том, что он узнал интересного сегодня, и проявляете искреннюю заинтересованность в нем, он учится ценить себя как личность, как человека, который может иметь собственное мнение, и это мнение ценится. И тогда мы закладываем в нем уверенность в этом собственном мнении, и тогда другие какие-то мнения, которые он слышит на улице, среди каких-то своих друзей, он может взвесить за и против, и понять, что тут, наверное, не стоит прислушиваться к этому мнению, а стоит все-таки поступать так, как он считает нужным. А когда надо начинать говорить с мальчиками, девочками, и объяснять, что вот такое времяпровождение, алкоголь, курение, что все это плохо, и чтобы действительно его убедить, чтобы он сразу рос с тем пониманием, что это плохо, и при этом не стать для него назидателем таким, ну, родители старые, они не понимают, я-то разб... Вот как, где найти правильные слова, и когда начать говорить с ребенком, чтобы он действительно тебя услышал и понял? Ну, вы знаете, разговор еще никогда ни к чему не приводили. Когда мы говорим о том, что это плохо, но сами проводим время за столом в компании, пьем алкоголь, или просто приходим с работы, не убираем свою постель, например, да, вместо того, чтобы там почитать книгу, сидим, смотрим в телевизор или сидим сами в телефоне, да. Мы можем говорить ребенку при этом что угодно, как плохо курить при этом, стоя на балконе и курить, да, о том, как плохо выпивать при этом, где-то кто-то возвращается уже в алкогольном опьянении из родителей, и ребенок видит перед собой противоречие, да. С одной стороны, мы говорим, что так делать нельзя, а с другой стороны, оказывается, взрослым можно, то есть мы знаем о том, что подростковый возраст – это чувство взрослости, то есть я хочу быть взрослым, а раз я взрослый, значит, я могу выпить, я могу покурить, я могу делать то, что я хочу. Мама и папа же так себя ведут, когда они отдыхают, а я уже все сделал, уроки приготовил, в школу сходил, я поработал. То есть только своим примером? Своим примером, да, то есть кроме слов, конечно же, это именно только свой пример и постоянный пример. Вы как психолог, какие можете посоветовать альтернативы такому отдыху? Ой, да полно здоровых альтернатив. Это, пожалуйста, тут у нас очень развито, на самом деле сейчас, особенно вот в летний период времени, было туристические различные маршруты по Приднестровью и походы в лес, и сплавы на рафах. Вместе с детьми, пожалуйста. Это различные, элементарно, просто выйдите с ребенком, поиграйте в футбол. Я во время карантина со своими детьми выходила возле подъезда, играла во все возможные игры, которые я вспомнила с детства. Чтение книг, конечно, никто не отменял. Можно вместе ходить в спортзал, можно вместе ходить в базе. Вот в таких пьяных вечеринках принимают участие, вот по кадрам, которые мы видим, участвуют дети из благополучных семей. И деньги есть, и гаджеты есть, и одеты хорошо. Почему эти дети отправляются вот на это дно сознательно? Почему они выбирают именно такой путь? Чего еще им не хватает? Ну, происходит это в тех семьях, где детей таким образом откупаются. То есть нет возможности пообщаться с ребенком, родители заняты зарабатыванием денег, приходят домой уставшие, и в лучшем случае у них хватает времени на то, чтобы спросить, как дела, и покажи дневник. Это в лучшем случае. И начинается откуп. То есть мы покупаем ребенку телефон дорогой, планшеты, одежду и так далее. Но по сути это замена, такая подмена общения. То есть элементарно просто 15 минут выделите на ребенка, это не так много, просто поговорить искренне. Не назидательно, а искренне. Есть еще такая рекомендация, когда мы используем ты высказывание. Ты меня всегда не слушаешь, ты никогда не убираешь в своей комнате. Прекрати так, больше не делай и так далее. Обвинение. Да, обвинение или просто когда мы начинаем обобщать поведение ребенка. Естественно, это вызывает отторжение, как у любого другого человека. Ну, попробуйте, если бы вам так сказали. Наверняка вы бы не захотели сразу сказать, что да, все, я исправлюсь, я буду теперь хорошим и буду всегда выбирать свои комнаты и так далее. А, кстати, ни один взрослый никогда не ставит тебя на место ребенка, когда вот он свою дневную речь озвучит. Есть поэтому такая рекомендация, перейти от ты высказывания к я высказывания. То есть вы не говорите о том, какой ребенок, вы говорите о том, что вы чувствуете, когда ребенок совершает то или иное поступок. Нам пора задавать вопрос дня. Вот понятно, что у нас толковой, умной, здоровой молодежи больше, с адекватными и нравственными ориентирами и ценностями. И вопрос сегодня у нас звучит так. Как сделать, чтобы именно это большинство победило? Итак, 30 секунд на ответ. Прежде всего, это должна быть профилактика. Это должны быть огромные какие-то вливания финансовые, прежде всего, конечно же, в нашу молодежь, организация различных молодежных движений, в которые мы могли вступать по интересам те или иные группы молодежи, которые, эти интересы бы работали на благо нашего государства, на благо людей окружающих, вызывая тем самым подкрепление у самих этих ребят, которые в этой организации вступают, и желание в этих организациях работать дальше. Спасибо вам большое. И вам спасибо за приглашение. Мы продолжаем вырастить и воспитать здоровую личность. Очень важно и не менее важно, в каких условиях все мы живем, и важно, чтобы они оставались благоприятными. Вот так мы перейдем к обсуждению состояния дел в системе жилищно-коммунального хозяйства. Владимир Ботнер, генеральный директор предприятия водоснабжения и водоотведения, сегодня у нас в гостях. Владимир Петрович, здравствуйте. Добрый день. Итак, мы знаем, что в республике особое внимание уделяют сейчас работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства. И если буквально еще несколько назад на презентациях предприятий естественных монополий говорили о том, что все наши системы, которые отвечают за воду, за тепло, за свет, они в крайне критическом состоянии. И если Тирасполе и Григориополь находились за красной чертой, это означало, что в любой момент эти наши два города могли в любой день остаться без воды и без тепла. Но сейчас денег стали выделять нашим предприятиям естественных монополий гораздо больше, ремонтов стали проводить больше, а значит и порывов становится меньше. Так? Действительно, при стабильном финансировании той политики, которую сейчас проводит государство, количество аварий значительно снизило, что позволило в принципе обеспечить стабильную подачу водоснабжения и водоотведения. Но здесь, конечно, в любом случае стоит отметить, что это стабильная работа государственной политики в отношении дофинансирования тех средств, которые необходимы любой организации для нормальной работы. В любой тариф всегда закладываются такие понятия, как заработная плата и амортизационное отчисление, которое направляется в будущем на инвестиционную деятельность. К сожалению, в 90-е годы и 2000-е годы в этот период времени, вот тот действующий тариф, который был у населения, он не компенсировал эту часть тарифа, которая была направлена именно на текущий ремонт, на инвестиционную деятельность, которая должна была обеспечить именно плановые предупредительные работы и тем самым гарантировать стабильную работу всей этой системы. Так называемый социальный тариф, в принципе, его основная задача именно для населения, но экономическую составляющую всего этого комплекса она не обеспечила. Вот именно по этой причине в 2019 году, когда запустилась система межтарифной разницы, появилось два понятия. Это действующий социальный тариф для населения и непосредственно экономически обоснованный. Реальный тариф. Реальный тариф, действительно, сколько стоит эта услуга в денежном эквиваленте. Вот именно эта цифра денежного эквивалента этой услуги и позволяет обеспечивать стабильную работу, стабильную заработную плату, именно достойную заработную плату сотрудников этой организации. Вот этот экономически обоснованный тариф, он значительно выше социального тарифа. Если в цифрах смотреть, то порядка 60% от общего тарифа – это тариф населения. 40% в свою очередь закрывает государство. Это та сумма денег, которая позволяет обеспечивать именно полностью финансирование всей инвестиционной программы, большей части инвестиционной программы непосредственно у предприятия. Давайте поговорим об этой межтарифной разнице на этот год. Планировали на все сферы естественных монополий выделить 144 миллиона рублей, но из-за пандемии часть этих средств пришлось направить на борьбу с коронавирусом. В итоге выделили всего 93 миллиона, финансировали из этой суммы всего лишь 60%. При этом говорят, что тарифы не вырастут. А как это все отразилось на вашем предприятии? Это будет шаг назад? Меньше денег выделят вам на ремонт, на поддержание инфраструктуры? Да, объем мероприятий, который мы выполнили, это будет значительно меньше. Но если смотреть в разрезе предыдущих лет, это в разы больше, чем за предыдущие 5 лет. К примеру, инвестиционная программа или инвестиционный объем 2017 года составил всего лишь 9,9 миллионов. В 2020 году это сумма 37,2 миллиона. Это не в два раза сумма. То есть даже сегодня запланированные мероприятия, которые у ГУП существуют, мы их выполнили на процентов 60. Данное недополучение суммы незначительно оказывает влияние на инвестиционную деятельность. Это не говорит о том, что что-то станет хуже. Это влияет лишь на скорость инвестиционных воплощений. Скорость снижается, но она тем самым никак не влияет на качество. Хотя, по сути, в принципе, качество тоже является одной из составляющих инвестиционной деятельности. Межтарифная разница – это средства, которые направлены на модернизацию и обновление существующих сетей. Но то, что касается именно расширения сетей, увеличения сетей, подведения водоснабжения в те места, где их не было, это не целиком и полностью работает программа капвложения. И также с программой фонда капвложения происходит финансирование на отдельные сектора. Вот в этом году, в 2020 году, 4,4 миллиона направлено на три объекта по программе капвложения. Их, конечно, было бы больше, если бы не пандемия. Средства в ремонт и стали вкладывать больше, а вот качество воды во многих домах остается достаточно низким. Очень часто льется из крана ржавая вода и приходится ее пропускать, а щечек при этом продолжает крутиться. Так вот вопрос в следующем. Когда же вода будет чистой? 30 секунд на ответ. Вода чистой будет тогда, когда полностью будут заменены сети. А продвиженность сетей водоснабжения – это 2-300 километров, более 2 тысяч с половиной километров. У нас есть практика реализации данной программы точечная, то есть секторальная, когда мы меняем и действительно продолжается горячая, грязная вода у абонентов. Но также есть и практика, когда мы заходим в целый район и целиком и полностью производим, скажем так, ковровую замену всех сетей, которые там есть. Все, время вышло. Вопрос про воду в селах, особенно степная зона. Вы знаете, это Слободейский район, Владимировка, Константиновка, Никольская. Сам живу в Константиновке и очень часто утром такой сюрприз – нет воды и очень много людей жалуются. В Никольском вообще одно время не было воды. Проблема такое впечатление, что она вообще не решается. Там говорят, то полетел насос, его сделали, потом снова нет неделю воды. Это очень-очень возмущает местных жителей. Что там вообще происходит? В сельской местности, к сожалению, это наследие уже прошлых лет. Водоснабжение, которое подведено и конструктивно там сделаны гидродинамические схемы, это водоснабжение для питьевого обеспечения, ни в коем разе для полива. Но, к сожалению, уже факт, что вода в селах предназначена не только для питья, она также идет для полива. Именно по этой причине на сегодняшний момент то, что закладывается в инвестиционную программу 2021 года и так далее, закладываются уже технические решения с увеличением объемов подаваемой воды как раз на нужды полива. Потому что проблема сел на самом деле не только в том, что водоканал недостаточно, скажем так, развернутом сети. Это передаваемые сети от сел на баланс водоснабжения. Чаще всего в селах сети выстраивали колхозы, выстраивали с очень большим техническим нарушением гидродинамических схем. В результате чего, даже если мы подадим самый большой объем воды туда с хорошим давлением, к сожалению, все равно воды не будет. Это работа с сетями непосредственно. То есть, по сути, там надо все с нуля выстраивать. Именно так, потому что когда колхоз строил, это было порядка 100 домов. Сейчас это 300 домов. Сети настраивались на старые сети. Тем самым, сама вся гидродинамика, она, к сожалению, неправильно работает. И да, действительно, в рамках инвестиционной деятельности у нас происходит замена. Но не только это является самой большой проблемой. У водоканала самая большая проблема – это незаконные подключения и несвоевременный полив. Это две вещи, которые вот и убивают эти насосные агрегаты, которые есть. В Кицканах, в верхней части села, вода на глубине 80 метров. Ее добывают как полезное ископаемое. Есть только колодцы, водопроводов нет. И понятно, что там в основном живут пенсионеры, бабушки, дедушки, у которых нет денег на то, чтобы самим за свой счет провести водопровод. Чтобы возобновить, построить всю вот эту систему коммуникации, которая необходима для нормального, для регулярной подачи воды. Возникает вопрос, почему до сих пор не включили, допустим, село Кицканы в программу капложения? Приоритеты там, где воды вообще нет, там, где произошла авария. На самом деле, когда мы планируем инвестиционную программу на 2021 год, это позиции, которые мы, по нашему мнению, по техническому состоянию требуют сегодня, скажем так, вмешательства. Но бывают и также аварийные случаи, когда конкретная авария вынуждает нас отвлечься от того или иного объекта, чтобы конкретно решить, чтобы объект, допустим, целые районы, вот как в Бендерах, к примеру, магистральный водопровод на сегодняшний момент полностью изношен. Его срочно нужно менять. И в инвестиционной программе не было. То есть это произошла, опять же, пересортировка инвест-программы. Касательно сел. Начинается анализ населенных пунктов, где есть вода, где нет воды, в каком объеме есть вода. Повели своеобразную ревизию. Ревизия в большей своей степени населенных пунктов, где хоть какая-то вода есть. Потому что есть населенный пункт, где есть вода, но с маленьким напором, а есть населенный пункт, где вообще воды нет. Вот эти населенные пункты, где вообще нет воды, они в приоритете номер один. В частности, по Кицканам в 2021 году в Фондюковложении этот населенный пункт находится, так же, как и Слободарашково в этом году заканчивается, Так и Кицканы находятся в программе фонда капитальных вложений, где полностью происходит замена и монтаж новых сетей водоснабжения и водоснабжения. Будем надеяться, что все у вас дойдут до этого руки, не появится ничего кричащего. Владимир Петрович, хочется поговорить о кадрах. Лично выезжал на съемки, разговаривал с рабочими, жаловались на низкую зарплату, что хотят уволиться. Знаем, правительство предприняло ряд мер, чтобы как-то повысить эту зарплату. Что сейчас с кадрами, что сейчас с зарплатами на вашем предприятии? Правда, что стали возвращаться к вам работать? Правда, что стали возвращаться. На сегодняшний момент при реализации механизма межтарифной разницы, в первую очередь, удалось сохранить действующие кадры. Второе, увеличить заработную плату на 20%, что позволило дополнительно привлечь квалифицированные кадры. И на сегодняшний момент, когда специалисты понимают, что зарплата платится стабильно, и это для предприятия является приоритет, оплата заработной платы, они уже готовы развиваться. А когда специалист готов уже развиваться, здесь вопрос заработной платы перед ним стоит уже, естественно, прямым образом. Еще одна большая проблема для водоканала, и не только для теплоэнерго, это должники. И, как правило, констатируют чиновники, когда рассказывают о состоянии дела на предприятиях, говорят о том, что население это платит исправно. А вот бюджетные организации, бюджетные предприятия к концу года накапливают солидные долги перед водоканалом, перед теплоэнерго, перед электросетями. Вот расскажите, какие есть пути решения, как помогают таким предприятиям справиться, и вообще можно ли исключить такое явление, как должники, чтобы все платили по счету? Помимо должников в виде республиканского и местных бюджетов, также есть и должники населения, и юридические лица. К сожалению, перед водоканалом должны абсолютно все организации, включая и население в том числе. Действительно, в нашем тарифе не включены затраты, связанные с льготами. Местные бюджеты не компенсируют нам затраты, связанные с льготами, что в свою очередь снижает не уровень заработной платы сотрудников, не текущий ремонт, не оплату. Она снижает именно инвестиционную программу. Вот эта инвестиционная деятельность, она целиком и полностью, на нее оказывает ключевое влияние, компенсация местного бюджета по льготным начислениям. Республиканский бюджет, в свою очередь, стабильный, но оплачивает. Заложность формируется, не такая большая. По местным бюджетам здесь, конечно, немножко сложнее. А что делать? Вы уже говорили об этом с главами госадминистрации, о том, что нужно как-то пересмотреть подход, что нужно все-таки платить по счетам? С главами госадминистрации мы в любом случае всегда выходим на контакт, объясняем ситуацию по объему сформированной задолженности. Не каждый глава может, в принципе, повлиять на данную ситуацию. На площадке премьер-министра обсуждалась данная проблема. В ближайшее время, как я понимаю, будут разработаны концепции решения данной ситуации. Но хотелось бы все равно, помимо должников со стороны бюджета, акцентировать внимание на должников со стороны местного населения. Учитывая пандемию, сформировалась довольно-таки большая часть задолженностей. Многие абоненты, честно говоря, боятся выходить в адрес водоканала, так как уже сформирована задолженность. Это как бы из практики общения и с абонентами, и с контролерами человек боится признать, что у него там большой долг, потому что потребует сейчас все полностью компенсировать. Это не так на самом деле. Водоканал сейчас с каждым абонентом проводит разъяснительную беседу. Если есть сформированная задолженность и человек не может ее полностью компенсировать, проблем с этим нет. Он обращается в водоканал, получает график погашения, рассрочка до полугода и гасит ее плавно. Тем более, на сегодняшний момент таких должников становится все больше. Дабы не сформировывать эту большую сумасшедшую задолженность, с каждым абонентом без каких-либо проблем и страхов может обращаться. Мы сделаем рассрочку, чтобы можно было спокойно погасить. Спасибо, все понятно. Это был вопрос дня. Мы говорили о воспитании молодежи и о судьбе водоканала. Ну а завтра в субботу в нашем эфире в 20.00 смотрите специальный разговор. Гость программы Борис Герман, директор Дубосарской ГЭС. Интересный человек, яркая личность. Не пропустите, будет интересно. А мы с вами прощаемся. Не забывайте просматривать наши новости в социальных сетях. Мы есть в Инстаграме, Вайбере, Телеграме. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова